Здравствуйте! В эфире рубрика «Вся правда о красоте». Эта процедура известна всем. Она привычна и понятна. Это первая процедура, на что готовы без страха решиться новые пациенты Центров красоты и здоровья. Мы говорим о массаже. Но сегодня речь пойдёт не о привычном массаже тела, а о роли массажа в уходе за лицом. Какой массаж необходим для создания эффекта ухоженного лица? И почему для клиенток 30-40 лет не подходят те виды массажа, которые прекрасно работают для 18-летних женщин? Какое же лицо считается ухоженным? Большинство считает, что это чистое лицо во всех смыслах этого слова, в эстетическом и духовном плане. Некоторые считают, что лицо должно быть светлым и сияющим, опять же, имея в виду духовную составляющую физической красоты. Кто-то утверждает, что ухоженное лицо естественное, без какой-либо коррекции, а для других холёное и привлекательное. Массаж лица – это один из лучших инструментов, с помощью которого мы добиваемся эффекта именно ухоженного лица, но только если пользуемся услугой регулярно. Рассмотрим массаж лица применительно к трём возрастным группам. И сразу оговоримся, что для пациентов разных возрастных групп техники массажа лица отличаются друг от друга, так как мы имеем разное состояние кожи и разные цели коррекции. Итак, в период с 12 до 25 лет массаж может оказать серьёзную помощь, предотвращая развитие угревой болезни, либо восстанавливая кожу после неё при наличии осложнений, постактной и пигментации. Массаж повышает кожный иммунитет, ускоряет естественную эксфолиацию кожи. В период с 25 до 50 лет массаж лица существенно снижает темпы дегенеративных процессов в связках кожи, предотвращая птоз мягких тканей, оказывая лифтинг-эффект, уменьшает отёчность, улучшает цвет и качество кожи, предотвращает фиксацию мимических морщин, сужение и склерозирование сосудов. Кстати, самомассаж особенно важен для пациентов от 20 до 50 лет, значительно продлевает эффект салонных процедур и улучшает качество кожи. Не стоит также забывать, что во время массажа лица происходят биохимические реакции, сходные с теми, что характерны для стресса, но в микродозах, что повышает стрессоустойчивость организма в целом. Для пациентов следующей возрастной группы от 50 до 65 лет, особенно для женщин в климатерическом периоде, массаж лица – это предотвращение атрофии кожи, усиление микроциркуляции, предотвращение ломкости капилляров, активизация и регенерация кожи, профилактика старения нижней трети лица и шеи и коррекция овала. К сожалению, эффективность массажа у пациентов старше 65 лет резко снижается в связи с изменениями реактивности кожи и устойчивости к любому физиотерапевтическому воздействию. Чем раньше вы начнете помогать вашей коже беречь вашу красоту, тем дольше сохраните ваше лицо ухоженным и молодым. Сохранить всегда легче, чем вернуть. Массаж, безусловно, не панацея. Без правильного домашнего ухода он не поможет сохранить красоту. Но исключить его из комплекса мер по уходу за кожей лица нельзя, так как уже не одно тысячелетие массаж является средством естественного оздоровления и омоложения человека. Это комфортная, безболезненная процедура, эффект, от которой вы чувствуете и видите сразу. Позвольте себе выглядеть и чувствовать себя молодо. Ну а мы будем и дальше рассказывать вам всю правду о красоте.